Всем привет! Это программа Альма Матр и мы, Миша Серков и Аня Аксёнова. Миша, вот каждый год одно и то же. Август, время нытиков. Почему? Да только и слышу вокруг. Скоро сентябрь, вот и лето прошло. Ребят, ну правда, впереди еще полмесяца каникул. Еще столько впечатлений можно получить, вы не представляете. Если, конечно, не сидеть дома. Хотя на пару минут советую задержаться, чтобы узнать, что Альма Матр приготовила вам на этот раз. Поделились опытом, завели дружбу. Могилев принял гостей из Брянска на межрегиональном молодежном форуме. Круто ты попал на ТВ. О студенческом телевидении в Горках расскажем через несколько минут. Более 50 совместных молодежных проектов планируют реализовать между Могилевской и Брянской областями. Межрегиональный молодежный форум прошел в Могилеве. Из Брянской области к нам приехали порядка 60 участников. Обсуждали сотрудничество в сфере туризма, культуры, спорта, образования. Обменялись опытом работы молодежных парламентов. Я являлся членом молодежного парламента прошлого созыва. Хочу сказать, что есть принципиальные различия, различия даже в возрасте членов парламента. Все-таки наш молодежный парламент ставит одной из основных своих целей – это законотворческую инициативу. Действительно, я боюсь ошибиться, по-моему, три или четыре созыва уже было этого парламента. Действительно, много законопроектов, законодательных инициатив вышли из молодежного парламента. Многие и сейчас находятся в стадии разработки. Направление деятельности во многом схоже. Очень большой интерес лично у меня вызвала проектная деятельность. Рассказывали количество проектов, которые были озвучены в вашем молодежном парламенте. Оно заслуживает внимания. Мы пообщались с нашими брянскими гостями. Рассказали им о нашей работе Белорусского республиканского союза молодежи. Рассказали об акции, которая у нас будет в ближайшее время. Поделились своим опытом с ними. Что за акция? Акция «101 идеи Беларуси». У нас был макет «Умный дом». Они тоже очень им заинтересовали. Во время форума договорились и о совместных молодежных мероприятиях, фестивалях, слетах, проектах. Фестиковичевым районам. И практически два раза в год наши дети выезжают на соревнованиях в Фестиковиче. И дважды к нам приезжают наши соседи к нам в комедичную школу. И мы проводим соревнования, посвященные днём освобождения унического района, посвященные войнам афганцам. А приезжая в Фестиковиче, это соревнования, посвященные днём независимости, трехзвиллерий в Беларуси и днём физкультурника, это 28 мая. То есть у нас такая традиция добрая, и дети с удовольствием, и мы приезжаем делегациями, объявляемся своими эмоциями, мнениями. Участниками форума стали более 170 человек. Такая встреча еще и неплохой обмен опытом для лидеров молодежных организаций. Я думаю, для Брянска это очень полезно, что посмотреть, как устроены наши университеты, как тоже студенческое самоуправление у нас реализуется, какие общественные объединения у них есть, какие у нас. То есть для меня, допустим, было открытие, когда называли некоторые общественные объединения, там, «Молодая гвардия», «Единая Россия». Благодаря данному форуму, по крайней мере, можно показать, что дружеские отношения с Республикой Беларусь, у меня тоже белорусские корни, могу сказать, что такие форумы необходимо, необходимо проводить такие форумы, для того, чтобы мы, как молодежь, объединялись, общались. Мне очень интересно, допустим, было пообщаться с молодежью Республики Беларусь, для себя выявить какие-то определенные лидерские качества у других людей, представителей молодежного парламента. За два дня форума участники успели подружиться и обменяться личными контактами. Если вы приедете к нам, я вас первым делом приглашу в свою альмамату, в Брянский государственный университет имени академика Ивана Георгиевича Петровского. Поверьте, нам есть, что вам показать, поверьте, нам есть, с кем вас познакомить. Ну и, конечно же, уже после этого, я думаю, что экскурсия по нашему родному городу. Такая возможность представится уже через год. Второй форум межрегионального сотрудничества Могилевской и Брянской областей в рамках союзного государства пройдет в 2017 году уже в Брянске. Только ленивый еще не побывал на школьных базарах. В Могилеве самый крупный напротив торгового комплекса «Парк-Сити» в Казимировке. Мы подсчитали, собрать в школе младшеклассников можно за 160-480 рублей. То есть в пересчете на старые деньги от 1,6 млн до 4,8 млн. Старшеклассникам сборы к 1 сентября обойдутся в 260-560 рублей или в 2,5-5,5 млн. А между тем и сами школы готовятся к сентябрьской встрече с учениками. Наводят марафет. Наш корреспондент Веста Смирнова отправилась в Шклов, чтобы узнать, как там идет подготовка к учебному году. Все школы города Шклова получили паспорта готовности. В местной гимназии в этом году ждут вдвое больше первоклашек. Поэтому особое внимание здесь решили уделить самым маленьким. Закупили новые подушки и одеяло. Обновили информационные стенды в классах и даже создали свой небольшой музей белорусской культуры. Здесь и старинные кувшины, и даже утюг начала 20 века. Здесь открывалась верхняя крышечка, сюда насыпалась зола. И таким образом, пока зола твела, можно было работать. Но хозяйкам в то время было не тяжело. Мне нелегко. Сделали косметический ремонт в кабинетах, а в раздевалке поставили новые душевые. Отремонтировали мебель и покрасили полы. В спортивном зале тоже сделали косметический ремонт. Установили специальные экраны на батареи и новые лампы освещения. Кстати, приятным дополнением для школьников станет новая спортивная форма. Мы не забывали о том, что если театр начинается с вешалки, то, наверное, наше учреждение образования начинается с его ворот. Поэтому все спортивное оборудование, игровые площадки, которые находятся у нас на территории, они были обновлены. В этом году у нас, начиная от территории милиции, была заменена полностью линия теплотрассы. То есть у нас будет не только безопасно, уютно, но еще и тепло. Теплой водой мыть руки будут и в средней школе номер 4. Сейчас идет установка электрических водонагревателей. С текущим ремонтом работники школы стараются справиться самостоятельно. Еще в прошлом году сделали новую кухню, этим летом ее обновили. Организация здорового питания в школе уделяется большое внимание в этом году. Благодаря родительским пожертвованиям, силами родительского комитета, попечительского советований, бюджетной деятельности, нами было приобретено, стеллажи были приобретены на пищеблок, была обновлена посуда практически полностью, тарелки, чашки, приборы, недостающие купленные. Школа номер 4, единственная в районе, имеет свой приусадебный участок. На грядках лук, капуста, помидоры и огурцы. Кстати, для удешевления питания на 2016 год готовят соленья. В рамках школьной практики девочки помогают на кухне. А умеете солить? Помогают. Помогают. Точнее, мы помогаем. Руководство надеется, что скоро смогут заготовить и фрукты, которые будут подавать на полник. Возле школьного огорода в этом году высадили небольшой яблоневый сад. Кстати, этой работой занимались не учителя, а выпускники юбилейного 50-го выпуска. Ребята высадили 50 деревьев. А вот на этой клумбе трудятся дети из школы номер 1, отрабатывают школьную практику. Девочки ухаживают за цветами, мальчики занимаются работой потяжелее. А в кабинетах уже сделаны косметические ремонты. В спортивном зале работы еще продолжаются, но к сентябрю обещают успеть. Немножечко подлатали мы какие-то отверстия в стенах, значит, пошпаклевали стены, и затем окрашиваем акриловой краской, окрашиваем эмалью стены, и окрашиваем эмалью пол, наносим разметку специальную. В разных цветах это все происходит. И, конечно, мы хотели бы поблагодарить за помощь, которую оказывают нам в этом наши родители, родительский комитет. Светлана Анатольевна уверена, успеваемость школьников будет способствовать и новая техника – телевизор и проектор. Ну а уже 1 сентября на фасаде школы будет красоваться новая вывеска «Государственное учреждение образования средняя школа номер один» города Шклова. Лето для учителей и трудовых школьных лагерей время непростое. За три месяца сделано многое, и уже есть планы на лето 2017. Телевидение, репортажи, съемки, выпуски – целый мир, попасть в который многие только мечтают. Ну кто мечтает, а вот студенты Белорусской сельскохозяйственной академии взяли и создали свое телевидение. Альма-Матер заглянула в горки и увидела, как работает молодежная ТВ. Всем привет! Сегодня команда «Панда ТВ» вышла на улицы Горок, чтобы узнать у студентов, чего им не хватает на студенческого телевидения. А дальше что-то я... Своё интернет-телевидение у горьких студентов появилось меньше года назад. В команде всего три человека – Юра, Коля и Коля. И Максим. Имея небольшой опыт в монтаже видеороликов, ребята решили создать свой интернет-канал для горьких студентов. Назвали просто «Панда ТВ». Тогда из аппаратуры был всего один фотоаппарат. Остальную технику покупали своими силами. Ну, сейчас у нас есть два зеркальных фотоаппарата, один штатив, один монопод, одна камера экшн-гоупро, потом стедикам, не помню, назвал или нет, петличный микрофон. И вроде всё. Сейчас ребятам не хватает разве что динамического микрофона, но студенты придумали, как выкрутиться. Мы брали вот такую вот палочку, крепили на клипсу микрофончик. Волшебную палочку? Волшебную палочку. Крепили на клипсу вот сюда вот микрофончик. И вот так вот подходили к каждому человеку, брали мини-интервью. Чтобы озвучить свой первый презентационный ролик, начинающим телевизионщикам удалось связаться с профессиональным диктором из Москвы, Петром Гланцем. И тот согласился бесплатно помочь. К нам пришла помощь в лице российского актёра-дубляжа, а также федерального диктора, который любезно согласился нам озвучить наш текст, который мы ему прислали. Будь умничкой! Ребята снимают репортажи студенческих событий, выступлений команд КВН, игры в мафию, конкурсов красоты. Сейчас ребята идут снимать опрос среди студентов. Скажи, Коля, какие сложности обычно подстерегают тебя в работе оператора? В работе оператора? Сложностей особых нет, но одна из таких небольших черт людей, то, что они стесняются камеры. То есть могут закрываться, могут просто кто-нибудь так влезть в камеру, «А что ты снимаешь?» То есть кто-то с интересом, кто-то боится, кто-то по-разному люди относятся. У тебя есть свои секреты? Как расслабить человека под камерой? Я просто не показываюсь в поле зрения человека. То есть я стараюсь... В стежках? Да-да-да, стать как-то более сбоку, но взять его на объективе, то есть приблизить... Ступнее. Да, крупным планом, и тогда уже, в принципе, можно снять. Юра и Коля, волнуясь, зовут нас понаблюдать за своей работой. Что бы вы хотели видеть на студенческом телевидении? Хотелось бы побольше увидеть каких-нибудь юмористических, позитивных, более программ, что-нибудь интересное, не только о студентах, но, может, и о преподавателях. Ну да, что-нибудь более такое познавательное, интересное, чтобы студентам было... Ну, были в курсе событий, которые происходят в нашей, допустим, даже в городе Горки. На студенческом телевидении, ну, наверное, побольше развлекательных каких-нибудь передач. Нам больше информации о жизни студентам, о их проблемах и, скажем так, о путях их решения, включая возможности бытовых условий, учебы, самое главное, на ведущего трудоустройства. Студенты только постигают азы телевидения. Не все в процессе съемок получается гладко, но ребята не сдаются. Перенимают опыт коллег в интернете и придумывают свои варианты съемок и монтажа. Понятно, что гореевские студенты не претендуют на создание профессионального интернет-телевидения. Их популярность определяется количеством просмотров в сети. Сейчас их ролики в среднем набирают около двух тысяч таких просмотров, но ребята уверены, это лишь начало и в будущем их будут смотреть миллионы. На этом все. Мы ждем вас в Альмаматор каждые две недели. На Беларусь 4 Могилев. И, конечно, заходите в нашу группу ВКонтакте. Увидимся. Пока-пока. Только ленивый еще не побывал на школьных базарах в Могилеве. Почему? Потому что... Альмаматор всегда... На бикини. Как это называется? Он докальтер. Декальтер. Бикини. Слушай, хорошо. Пожалуйста, я еще раз про АУ расскажу тогда. Первую надо переписать. Первую. А что там получилось? Там были переглячицы все эти. КОНЕЦ